Друзья, всем привет! С вами Станислав Орехов. Я сейчас нахожусь во Франции, в замечательном старинном городе. И в этом видео хочу рассказать, что же у нас будет на курсе дизайна в этом году, в этом сезоне. Итак, первая часть это работа с клиентом. Наша задача будет разобраться, что же входит на самом деле в профессию дизайнера интерьера. Научиться работать с клиентом, научиться заполнять анкету, техническое задание, разобраться в стилях, выбрать те стили, которые подходят именно вам. Начать заполнять анкету и результатом этого модуля у вас будет договор, у вас будет заполненная анкета, сформированное техническое задание, так что вы сможете приступить уже полноценно к проектированию. Почему этот блок очень важен? Ну, очень многие дизайнеры начинают сразу же делать проект, то есть делают планировку. Это неправильно. Как показывает практика, это приводит к одному, к двум, к пяти, к десяти вариантам и ничего у вас не получится сделать. Ничего у вас не получится сделать с первого раза. Мы разработали систему, по которой вы можете именно с первого раза построить правильное техническое задание и на основе этого технического задания уже с первого раза согласовать то, что вы запроектировали для клиента. Второй этап – это работа с функциональным зонированием. Вы берете вашу квартиру либо дом и делите это на отдельные модули, на отдельные блоки. Согласовываете это с клиентом и уже на основе этих блоков делаете планировку. Ну, что это за блоки? То есть основная зона – гостиная, кухня, столовая. Вы просто разъединяете на квадратики, считаете числа, сколько там нужно квадратных метров, исходя из задач клиента, и расставляете мебель. Здесь тоже, в принципе, ничего сложного нет. Это не какое-то волшебство. Вы должны просто знать, там, Нойфер, допустим, и вы должны знать нормы эргономики, а также правила действующего законодательства. Если вы их знаете, а их знать достаточно просто, это как таблица умножения. Вы просто учите их, ну, или вы держите книжечку у себя под рукой. И по этой таблице умножения просто компонуете. Самый фокус создания планировочных решений в том, что когда вы создаете планировочные решения, вы сразу же должны придумывать дизайн. Вот как это делать, я вам расскажу. Потому что, ну, очень сложно придумать что-то самостоятельно без поддержки, без опыта. Я буду с вами на каждом задании и буду корректировать то, как у вас получается работу. Да, и в итоге у вас будет полностью готовая качественная планировка. Вот с этими материалами вы уже, в принципе, можете начинать либо работать, либо устраиваться в компанию, потому что вы будете делать, первое, уметь техническое задание делать, общаться с клиентом. И второе, вы будете уметь делать планировки. Но дальше больше. Когда мы умеем делать планировки, это уже половина дизайна, когда мы согласовываем это все дело с клиентом. А это тоже технология, которую мы будем с вами учить, потому что мало сделать, нужно еще и согласовать. Только согласованная работа считается сделанной и сданной. Так вот, третья часть, пришло время научиться делать визуализацию. И визуализацию мы делаем на основе детального дизайна, так называемого. Что такое детальный дизайн? Ну, это самая главная часть, где мы, по сути, берем планировку и на этой планировке начинаем возводить стены, придумывать материалы, придумывать решения. Вот то, что называется дизайном, то, что мы видим визуально как дизайн, оно у нас приобретает уже какую-то законченную форму на стадии детального дизайна и визуализации. То есть мы, по сути, рисуем. Вот все, что мы видим, дома, краску, материалы, мы уже рисуем визуализации. И здесь есть два возможных варианта. Либо вы рисуете от руки, то есть вы делаете просто чертежи. Либо второй вариант, вы делаете 3D-визуализацию. Этот курс тоже входит в нашу программу. И вы сможете научиться самостоятельно делать визуализацию. Если вы это делать не хотите, так тоже можно. Вы можете делегировать эту часть своим помощником. Правильный дизайнер на самом деле не тот, который делает все самостоятельно. Это тот, который умеет делать все самостоятельно, плюс делегирует это помощником. Потому что все успеть в итоге будет достаточно сложно. И тяжело обучиться. Этому можно учиться 5 и более лет. А если вы в процессе уже освоите технологию делегирования и будете отдавать какую-то часть работы по визуализации, по чертежам вашим помощникам, то это сильно ускорит ваш процесс обучения и вы сможете стать дизайнером не за 5 лет, а за полгода. Итак, следующая часть, то что многие забывают, это светодизайн. Светодизайн это технология расстановка светильников, потому что светом очень важно и очень точно можно указать акценты, на которые вы хотите дать акценты, указать основные качественные свойства интерьера и убрать то, что мы не хотим показывать. И светодизайн многие забывают, а мы будем это учить на отдельном курсе. И еще два блока. Это 6 и 7 модуль. Это, собственно, детальный дизайн проект. Здесь мы должны подобрать уже материалы, поработать с поставщиками, научиться работать с поставщиками, со строителями, с материалами, выбирать, кто будет реализовывать наш проект. Мы здесь должны пройти все этапы общения с подрядчиками, выбрать материалы, согласовать с клиентом и в итоге седьмого модуля это начертить рабочий проект. В итоге у вас будет полностью готовый альбом, включающий техническое задание, планировку, чертежи, подбор мебели, материалов и визуализации. И вы сможете сказать, что да, этот проект я запроектировал и уже могу выходить на стройку. Таким образом, сделав проект от начала до конца на нашем курсе, вы станете дизайнером. И вы увидите, что это не какое-то волшебство, а просто технология, которую вы можете воспользоваться с вашим талантом, с вашими способностями. У вас должно это получиться. И с обратной связью, которую мы будем вас давать, у вас это будет максимально легко. Вы не сделаете ни в коем случае неправильное решение, потому что на каждом этапе, каждое задание я буду проверять лично и буду корректировать. Это очень важная часть, потому что когда ты учишься самостоятельно, когда ты что-то делаешь, тебе кажется, что ты сделал хорошую работу. На самом деле, в большинстве случаев это не так. Обратная связь, корректировки и работа с опытными коллегами, с преподавателями, она очень-очень важна. Без нее практически невозможно это сделать. Итак, подытоживая, если вы хотите полностью изучить технологию по дизайну, так как это делают профессиональные студии, получить все шаблоны, материалы, наработки, уметь делать визуализацию, чертежи, общаться с клиентом, согласовывать все этапы с клиентами, сделать альбом, найти себе работу в процессе. Если вы все это хотите сделать, то регистрируйтесь на этот курс и мы проведем вас от начала до конца, буквально по всем этапам вы освоите эту профессию вместе с нами. Регистрируйтесь на курс и увидимся на этом обучении. С вами был Санислав Орехов. Пока! С вами был Санислав Орехов.